Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино «Говорит, показывает, вопадом». И сегодня будет небольшой экскурс в историю русского искусства. Потому что в Татьяковской галерее только что закончилась изумительная выставка. Это несколько портретов из частных собраний пера кисти Карла Брюлова. Брюлова, он такой художник, стоящий в центре русского художественного самосознания. Он где-то близко к самой сердцевине нашего национального характера. Помните, было такое небольшое безумие по поводу Серова? Так вот, Брюлова где-то там рядом, что называется. Я, конечно, ни в коем случае не специалист и не искусствовед. Поэтому любому специалисту мой рассказ будет бесполезен. Но, в принципе, не поделиться впечатлениями я не могу. Почему? Потому что у меня в руках прекрасный совершенно каталог, который является одновременно и научным описанием этих работ, и великолепным шагом в популяризации творчества Карла Брюлова, и вообще всей русской живописи национальной. Потому что здесь работы, дополненные анализом, отрывками из воспоминаний, современников, друзей, самих, собственно говоря, фигурантов, портретов. И здесь о биографии Брюлова и о сути его работ можно узнать не меньше, чем из иной книги или статьи, посвященной биографии, соответственно, и творчеству художника. То есть Арт-Волхонка проделала, опять же, колоссальную работу для того, чтобы выставка осталась в памяти не просто удивительным событием. Кстати, очень важно принципиально, потому что об этом говорится в предисловии. Третьяковская галерея – это все-таки площадка, которая выросла из русского меценатства. И вот такие выставки, которые позволяют ознакомиться с тем, что находится в частных собраниях, а больше вы этого не увидите нигде, ну, разве что у вас в друзьях ходят богатые меценаты, которые действительно могут показать вам что-то, исхранящееся у них дома. Это естественная среда современного искусства. Так оно столетиями складывалось, и сейчас продолжается эта богатая традиция. Меценаты нужны. Картины и предметы искусства не могут храниться только в государственных музеях и государственных собраниях, да, каких-то больших научно-исследовательских учреждениях и так далее. Потому что в частных руках они приобретают совершенно другую историю, другое отношение. Они по-другому взаимодействуют с культурной средой, которая их окружает. Я приведу пример очень простой. Когда у вас маленький ребенок, вы прекрасно знаете, что время от времени нужно менять игрушки. То есть он немножко подустал от кубиков, вы их изымаете, да, но никуда не деваете, естественно, просто убираете на верхнюю полку. А ему выкладываете что-то другое, какой-то там другой игрушечный набор. Вот. И потом снова меняете. И вот эта ротация позволяет при ограниченном наборе воздействия, потому что если каждый раз покупать ему новую игрушку, это тоже не полезно. Не потому что он поймет, что можно транжирить окружающее материальное благо, а потому что он еще слишком мал, чтобы такое количество новых впечатлений воспринять. Кроме того, вы, с точки зрения педагогики, я сейчас рассказываю, вы лишаете его радости узнавания. Это хорошо, самое любимое, это хорошо запытое старое, да, вот эти вот. Вот точно так же происходит и в мире искусства. Постоянно утекая в эти частные собрания и возвращаясь оттуда, актуализируются какие-то произведения искусства, и это воздействует в целом на культурную святую. Говоря вот так обобщенно, да, философски. Вот это вот прекрасные умные мысли, которые я вычитал в разных книгах, посвященных искусствоведению. В этом же каталоге вы прочтете о совершенно четкой судьбе вот этих нескольких работ. Вот они, значит, это прекрасный автопортрет Брюлова. Сравните с догеротипом, который здесь приведен. Здесь очень много документальных материалов, я как уже сказал, в каталоге, поэтому здесь есть, например, два догеротипа, сделанные, значит, с живого Брюлова. Сказать, что он не очень похож на свой автопортрет, значит, ничего не сказать. Лицо, конечно, тоже, да, узнаваемо, но художник видит себя абсолютно иначе. Вот что значит глаз художника, да, и глаз, значит, объектив фотоаппарата. Ну тогда, значит, вот этой вот фотокамеры, которая такая вот ящика с черным покрывалом, да, это догеротип, одни из первых вообще фото, произведений фотоискусства, да. Вот эти работы, да, с указанием страниц, где они представлены. Вы видите групповые портреты, вы видите варианты автопортрета, и вы видите две потрясающих работы, на которых хотел бы остановиться поподробнее. Во-первых, это портрет Аббата. Портрет Аббата Брюловский просто приковал мое внимание. Это совершенно потрясающее лицо, это ум, это честолюбие, это глубокая и затаенная грусть, понимание, глубокое их понимание человеческой натуры, которое, значит, это лицо, достаточно молодое, уже осеняет. И, в общем-то, сказать, что это просто герой красного и черного стендаря, это ничего не сказать. Это вот такой типаж, такой схваченный. Ради того, чтобы увидеть хотя бы одну эту работу, уже стоило затевать целую выставку. И, наконец-то, я скажу, опять же, так, что искусствоведы поморщатся, но я нашел, наконец, пару к знаменитой всаднице. Ну, это кажется очевидным. Но есть всадница, гениальная, знаменитая картина Брюлова. Кто не знает, погуглите. Значит, соответственно, где-то же должен быть парник всадник, да. Он же не должен был нарисовать хоть один мужской конный портрет настоящий, да. И вот такой всадник существует. Значит, это, естественно, очень богатый молодой человек, наследник древнейшего рода. Здесь он такой восточный совершенно, значит, кавказский юнош. Причем портрет был не закончен в такой степени, что даже лицо пришлось другому итальянскому художнику дорисовывать. Но чтобы, по-видимому, тот, в чем владение это была работа, захотел, чтобы картина выглядела более законченной. И там дорисовывалось многое, в том числе даже лицо. Но все равно это Брюловская кисть. И все равно, несмотря на то, что анализ искусствовический, а даже такое позволяет выявить современную науку о живописи, да, когда можно отделить кисть одного художника от кисти другого в пределах одной картины. Никогда не рисует разное. Помните знаменитого ангела в крещении, да, своего учителя, который Леонардо рисовал, да. И как этот ангел отличается от всех остальных фигур, от всей остальной картины. Ну, то рисовал там ангел, а еще внизу часто фрагмент показывают, это травинки, да, травки, цветочки какие-то, любовно вырисанные учеником. Я представляю, что было с мастером, когда он увидел, как дополнил своей ученической работой его картину, значит, юный Леонардо, да. Потому что, ну, ангел, конечно, он выглядит на порядок, на порядок божественней, да, всего остального. Так вот, здесь у нас есть такой прекрасный всадник, который теперь составляет пару к известной картины. Ну, кроме того, этот альбом позволяет еще немножечко объединить две, у нас же с вами, да, две беды, да, значит, одна беда, это всем известно, вот, а вторая это дороги. И в том числе дорога, которую разделяет Москву и Питер. Половина великих русских картин находится в русском музее, который я люблю всей душой. Половина Святияковской галереи. Какая из них лучше и прекрасная, лучше даже не поднимать этот вопрос, потому что, да, линчуют, просто говоря. Но надо сказать, что это уникальная ситуация, и чтобы иметь целостное представление о творчестве очень многих художников, надо побывать в обоих музеях, причем желательно с кратким разрывом во времени. Вот, ну, не так, чтобы на следующий день, да, но чтобы впечатления были свежи. Тогда сложится цельная картина. Это довольно сложно. Вот этот альбом позволяет дополнить картину творчества, вот тот зрительный образ, который стоит у вас перед глазами, я надеюсь, стоит. Ну, вот те зрительные впечатления о Брювове, без которых, собственно говоря, не существует истории русской живописи. Потому что Карл Брювов – это создатель шедевров. Это художник, который, умерев в Италии, снискал себе там невероятную славу. И в 852 году, когда его не стало, собственно говоря, русское искусство потеряло своего, одного из величайших своих итальянских мастеров. Я уж не буду вспоминать там Ванова, всех остальных, да, но вот тут важно понимать, да, что вот этот итальянский говорит, он русской душе что-то очень многое говорит. Несмотря на то, что это не наш пейзаж, это не наше солнце, не наше освещение, да, не наш воздух, но это наш теперь пейзаж, и все перечисленное благодаря работам таких художников. Вот прекрасный аббат, посмотрите. Ну, это просто, ну, вот просто, ну, человек, который вот, человек не той эпохи, да, уж никак не из нашего времени, да, человек, который многое может, многое сотворить. Возможно, в будущем кардинал или папа римский. Вот так вот мне, значит, меня поразил этот портрет. Вот дагеротип, да, люди, которые знали художника. Здесь рассказывается история этих работ, как они попали в частное собрание Санкт-Петербурга. Вот, здесь рассказывается очень много о том, как эти работы исследовались, изучались. А самое главное, очень интересные воспоминания, отрывки из воспоминаний, свидетельства времени, да, о жизни художника приведены. Читайте, наслаждайтесь. Я считаю, что вот то, что выходят такие книги, это прекрасное, да, неуважение работе музейных, соответственно, тружеников, те, кто для нас подарил эту выставку. И самое главное, весомый вклад в историю искусства, историю русской культуры. Без таких книг ее не существует. Это и есть опора, базовая сетка, да, по которой потом все строится, да, вот и пройдет какое-то количество лет, да, и уже можно будет упоминать эти работы, не оговариваясь о том, что, ну, наверное, они никому не известны. Спасибо за внимание.